В Екатеринбурге вечером уже сильно в потьмах, а освещение в этой истории имеет принципиальное значение, равно как и чувство долга. В девятиэтажке на Титова 18 приключился пожар в квартире многодетной семьи на первом этаже. Вообще в России многодетный не синоним малообеспеченный. Наше родное государство о детишках заботится, но в данном случае на Титова семья с четырьмя детьми оказалась реально малообеспеченной и ей накануне за неуплату обрубили электричество. По словам всезнающих соседей, родители в этом семействе злоупотребляют. Частенько к ним в гости приходили асоциальные типы и выпивали. И все это при наличии четырех мелких детей. Вчера вечером, когда уже стемнело, это многодетное семейство стало квартиру подсвечивать от слова свеча. Ну и не мудрено, что у пьющих людей источник открытого огня упал на вещи и случился пожар. Короче, соседи ничуть не удивились. Как это может быть? Да свечку у меня электричество вырубили за долги. Пришли просто ни фамилии, ни отчества не спросили, просто обрубили и все. Четверо детей еще взяли, просто пришли, обрубили и ушли. Я же хотела сказать, четверо детей я приду заплачу, чтобы не выключали. Само по себе воспаление оказалось невыдающимся. Пожарные его площадь оценили всего-то в шесть квадратов. Даже детские двухъярусные кроватки не пострадали. Но дыма было столько, что огнеборцам пришлось эвакуировать на вечернюю прохладцу весь подъезд. И стар, и млад. От мала до велика. В общем, всего вывели на улицу 46 человек, из них 12 детей. Выводили людей по отработанной схеме в самоспасателях на головах. Кого в красном, кого в желтом, а кого и в смешано-оранжевом. Выводили людей по отработанной схеме. Ну, зайдите. Сейчас пойдете или когда? Наверное, как самочувствие? Да вроде более-менее нормально. Не надышались там, дед? Так надышался, но я открыл сразу окна. В квартире Дымно? С какого этажа вас эвакуировали? Восьмого. Восьмого? В квартире Дымно тоже уже, да, было? Да. На пункт связи 97 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре по адресу улицы Китова, 18. По прибытию подразделения пожарной охраны было установлено, что открытым огнем горит квартира на первом этаже. Было сформировано два звена ГДЗС. Одно на спасение людей в верхолежащих этажей. Одно на отлучение отчета пожара. Было спасено 23 человека, из них 8 детей. Самостоятельно до прибытия подразделения пожарной охраны было самоэвакуировано 23 человека. Всего на пожаре работало 12 человек личного состава, 4 единицы техники. Площадь? Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Горели домашние вещи. Пострадавшие? Пострадавших не было.